Классический период в музыке. Понятие классическая музыка вообще в терминологии очень размытое, но в обществе принято называть такую музыку, музыка, которая с течением многих лет и веков осталась популярна и очень известна многим людям. В классической музыке выделяют несколько периодов. Первый период — это Ренессанс с 1400 года по 1600. Это был самый долгий период. В это время развивалось искусство, это вообще была эпоха Возрождения. В то время было известно творчество таких композиторов, как Луис де Виктория, Джованни де Палестино и Томас Талис. Далее за Ренессансом была барокко с 1600 года по 1750. В отличие от Ренессанса, здесь уже были более сложные музыкальные формы. В это время появлялись новые жанры и также развивалась опера. Композиторы этого времени — Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Георг Фридрих Гендель. Далее классицизм с 1750 по 1830 годы. Этот период связывают с фамилиями композиторов венской школы, например, Моцарт, Гайден и Бетховен. Для этого времени была характерна гармоничность и сбалансированность. Также появилась сонатная форма, также развивалась симфония и расширился состав оркестра. Далее за классицизмом следовал романтизм с 1815 по 1890 годы. В это время была характерна эмоциональность и выразительность. Также развивались песенные жанры, например, баллада. Композиторы этого времени, например, Шопен, Лист, Шуберт и Вагнер. Следующим периодом является классическая музыка XX века с 1901 года по 2000 годы. В это время, это было время экспериментов, композиторов ничего не ограничивало, только их фантазия. Зародились такие понятия, как аденализм, тональность, отказ от лирики, от логики тональности. И также еще одно понятие, алеаторика, случайная последовательность элементов в композиции. В это время было такое творчество композиторов, как Рахманинова, Гласа и Стравинского.